Продолжение следует... И об этом он с глубоким переживанием вспоминает. В этот день он желает всем, чтобы войны больше не было, потому что это очень страшное событие для всех. Защищая родину, он дошел до Берлина. После трех месяцев обучения в Оренбурге их отправили на поезде на фронт. И вот там-то он в первый раз увидел войну, потому что состав подорвали фашисты. Я ушел на войну 17-летней мальчишке. Когда мы наступали на Берлин, я чуть не погиб. Мне помогла моя смекалка, ведь я не говорил в тот момент даже по-русски, не то что по-немецки. Но чтобы остаться в живых, во время боя я прикрывался ранеными немецкими солдатами. Так мы и выиграли этот бой. Кайр-Шак Адарниязов был стрелком ПТР, сбил два танка противника, попав в бензобак. Было очень страшно, говорит он. Мы делали из трупов врагов защитную стену, чтобы суметь захватить главный город наших противников. После окончания войны мы два месяца гнали военнопленных в Белоруссию, там я и остался на пять лет. Вся Белоруссия была заминирована, и мы все это время ее разминировали. После этого я вернулся на родину и поступил в педагогическое училище. И до пенсии я проработал учителем начальных классов в Теректинском районе, в поселке Шагатай. На пенсию ушел заслуженным учителем Республики Казахстан. Кайршак Адарниязов поздравляет всех с Днем Победы и желает всему нашему народу чистого и светлого неба и здоровья. На данный момент 69-ю годовщину он встречает в мирном Казахстане с гордостью и с улыбкой, с радостью в глазах. Мы, в свою очередь, ветерану желаем здоровья, и чтобы юбилейную годовщину Победы мы встретили вместе. Олег Великий, Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42.